Сегодня в Мурманске начался международный фестиваль «Диалог культур». За 7 лет своего существования он прочно закрепил за собой статус традиционного. Впрочем, по мнению организаторов мероприятия, всех участников ждут особые свежие идеи. А в особенностях российско-немецкого общения Анна Туркина и Сергей Романец. Родилась в Дрездене, бывший ГДР. Знакомство с русской культурой началось у Заски и Гольднер почти с пеленок. Русский язык она учит в 2012 год. Заския девушка современная, зачитывается нашими Сорокиным и Пелевиным. Из художников ей импонирует Дмитрий Прыгов. Я хочу такой обмен, чтобы... Ну, я сама занимаюсь искусством, и мне очень интересно, как можно устроить вместе искусство. И я думаю, это может быть очень конструктивно, очень продуктивно. Диалог культур 2010 – это пестрая мозаика из дискуссий о театре, демократии, урбанистическом развитии и социальном пространстве. С одной стороны, проекты стали более масштабные, то есть они охватывают сразу много различных сфер. С другой стороны, есть более узко специализированные темы, и вот это вот хороший вариант развития. Фестиваль посвящен теме будущего, каким участники его видят и каким видеть не хотят. Показ фильмов или проведение мастер-классов не предполагают конкурсного подхода. Ведь молодежь не соревнуется, кто лучше, а узнает друг друга и общается. Сохранить ресурсы – одна из идей, которые продвигают на диалоге культур. Например, вот это фри-шоп, бесплатный магазин. Здесь каждый может взять любую вещь, будь то диск, книга или журнал, абсолютно бесплатно. При этом приветствуется, если взамен вы оставите что-то ненужное вам, но все-таки ценное. Чтобы обмен идеями не стопорился из-за подкравшегося голода, в фойе организовали веганский буфет. Это очень модная диета в Европе. Человек ест продукты только растительного происхождения. А продлится диалог культур до 25 марта.